У нас депутат Кайрат Кудайберген. Все начали на него нападать. Вот этот человек, вышел там с Диким Арманом, с криминалитетом. Ситуация выходила из-под контроля. Надо было включать любые возможные ресурсы, чтобы остановить кровопролитие. И он это сделал. И я считаю, что это достойно уважения. А почему рядом с Диким Арманом? Потому что Диким Арман, вы же знаете, что основная масса людей, протестные группы, были спортсмены, были ребята, ну, скажем так, из близлежащих поселков и так далее, которые знают Диким Армана. И его авторитет влияет на их. И по закону депутаты Маслихата могут вплоть до вот ума недоверия Акима выдвинуть. И тут я не могу судить, не мне судить работу заместителя Акима. Почему? Вы депутат Маслихата. Смотрите. Вы можете судить его работу. Ну, я имею в виду, если бы я находился непосредственно и сам бы не мог дозвониться, тогда да. А это все со слов, пусть и достаточно проверенных и надежных людей, но тем не менее, это все равно люди посторонние. Скажите, вот вы бы, депутаты, будете голосовать или утверждать? То есть есть такая возможность, что вы проголосуете против? Мы будем утверждать, потому что решение принимает глава государства. Вот. Учитывая мнение алматинцев. Но сейчас уже петиция против назначения Ярбулата Дасаева. Вы знаете, я сегодня с утра прочитал пост у Айдана. Он написал, что алматинцы это очень капризный народ. Вот. Я считаю, что человек, который сейчас, ну, уже, в принципе, это секрет Пали Шинели, везде во всех ресурсах дали, что это Ярбулат Дасаев, самое главное, что он алматинец. И начать работать. То есть вот там, на Алматы, арена четвертого, собрались? Ну, основная масса, да. Это были вот ребята именно с низким уровнем образования, безработные, налитые черной злобой на все вот это. Все же еще и подогревается извне. И с ними никто не работает. Им никто не объясняет. У них нет лидеров. Понимаете? То есть даже если предположить, что это был, ну, там, марш оппозиции, да, ну, я не знаю, кто у нас. У нас оппозиции-то толком нет. Субтитры сделал DimaTorzok